Ледовая арена для кёрлинг-центра готова на 85%. Строительство планируют закончить в ноябре. На объекте побывали заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Кёрлинг, кстати, я вот хочу сказать, очень доступный вид спорта. То есть практически любой человек с минимальной физической подготовкой может пойти, начать играть и быстро достичь результатов. То есть через три года мы им покажем. Кёрлинг-центр на пять дорожек предназначен для занятий спортом местных жителей и для проведения крупных всероссийских и международных соревнований. У нас три входа, то есть удобно будет входить. Я не договорила, более 600 человек в день может проходить через кёрлинг. То есть пять дорожек, у нас же не четыре стандарта, у нас пять дорожек. Сама площадь 4870 квадратов, в отличие от обычной ледовки она 3600-3800, то есть большая. Шесть раздевалок и пять дорожек как раз под международные соревнования, под требования. Территория кёрлинг-центра соединится с Нагорным парком. У них будет единая прогулочная зона с кольца Шилкинской до кафе кёрлинг-центра. И уже из кафе можно выйти на террасу, с которой открывается вид на бухту Золотой Рог. И третья очередь соединяет Шилкинскую через нас со Светланской. То есть это будет пешая доступность, у нас такой нет. Это просто для туристов, да и для жителей. Это очень как бы серьезная такая история. Также Дмитрий Чернышенко и Олег Кожемяка побывали на обновленном стадионе «Динамо». 20 лет он был убитый, в центре города стоял просто-напросто, ну скажем так, протекал весь, залы были все внутри, непригодны для занятий спорта. И вешал, вешал, вешал. И вот мы потом собрались, те, кто относится к обществу «Динамо», все организации. Подобрали управляющего Эдуарда, начали давать, конечно, гранты поддержку, саму начали тоже привлекать небюджетные источники. И вот шаг за шагом сделали поле, обновили за счет спонсоров беговые дорожки. Напомним, спортивный объект Кёрлинг-центра строится в рамках госпрограммы развития физической культуры и спорта. Олег Завьялов и Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.